Слава Господу, братья и сестры! Я прочитаю из книги Псалтырь, Псалом 106, 29 стих. Он, то есть Бог, превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Вот. Дорогая Церковь, мы только прослушали Псалом, где автор этого Псалма написал слова «Мы верим, что на основании книги Откровения, когда Бог обращался к одной из церквей и говорит, «Се, стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Слава Господу!» Я думаю, в этот вечер мы в Доме Божьем, слышим Слово Божье. Псалмы поются, Слово проповедуется, и кто-то скажет, «Ну, Бог стучит в грешное сердце, а мое сердце уже 20 лет в церкви, 40, 50, мое сердце уже негрешное». Дорогая Церковь, братья и сестры, да, мы в Доме Божьем. Мы слышим Слово Божье, и я хотел бы каждому из нас задать вопрос. Когда наше сердце в Доме Божьем? Оно умиляется? Оно сокрушается? Слезы идут? Нет, не потому что горе пришло. Дух Святой касается нашего сердца, и приходит умиление. А может быть, наоборот, кто-то слышит Слово Божье, и ожесточение, какой-то бунт сердца. Господь говорит, «Я возьму у них сердце каменное и дам плотяное». Это может сделать Господь. Тогда, когда мы слышим Его Слово, тогда, когда мы слышим Его голос, Псалом звучит и касается сердца нашего, и приходит так теплота, и приходит умиление, смирение, и одно желание – Господи, благослови нас. Жизнь нашу, путь наш, хождение наши, пути наши, все дороги наши, чтобы нам на этом пути оказаться верными нашему Господу. Да поможет Господь. Братья и сестры, я прочитал то Слово, где Бог говорит такое Слово, или Давид записал, «Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают». Дорогая церковь, мы с вами хотим идти за нашим Господом, и чтобы была в нашей жизни тишина. Не было проблем, не было болезней, не было скорбей, не было слез. Так мы хотим. Я думаю, я хочу, и вы хотите. Но наш путь, которым прошел наш Господь Иисус Христос, прошли ученики. Не всегда так бывает, братья и сестры. Иногда в нашей жизни приходят бури. И тогда, может быть, когда мы не ждем, тогда, когда мы не ожидаем. И в Библии есть много бурь. Написано, когда ученики осели в лодку и отправились. И написано, в четвертую стражу ночи поднялся сильный ветер. И на море началась сильная буря. И ученики взволновались. Сильно взволновались. И видят, кто-то идет навстречу им. Петр встает, и ученики там говорят, это призрак. Но Христос увидел там их на середине моря, когда их, можно сказать, лодка сильно качалась. Волны большие, ветер, буря на море. И написано, Христос говорит, не бойтесь, это Я. И Петр говорит, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе. И тогда Христос говорит ему, Петр, иди. И написано, Петр начал идти. Но когда начал смотреть на эти волны и увидел, как сильно эти волны поднимаются, Библия говорит, начал утопать. И тогда Христос говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И взявший руку свою протянул, подержал его, братья и сестры, и Петражий сохранилось, и учеников сохранилось. Это одна буря. Была другая буря, когда написано, Христос был с ними в лодке, так же поднялась сильная буря, и Христос спал там в лодке. Но они не могли спать. Волны, море бушует. Как спать? Буря на море. И тогда написано, будь от Христа. Разбудили, говорят, Христос, погибаем. Неужели тебе нужды нет? Христос встал, поднял свою руку, слово свое сказал. Буря утихла, и Библия говорит, пришла великая тишина. Слава нашему Господу. Дорогие друзья, братья и сестры, иногда, как я сказал, мы не хотим этих бурь в нашей жизни. Мы не хотим болезней, мы не хотим каких-то испытаний, но порой эти бури нужны нам. И первая из причин, для чего нам буря нужна, чтобы испытать нашу веру. Тогда, когда, может быть, мы сказали свое обещание, Господи, я хочу служить Тебе, я обещаю идти за Тобою, смотря ни на что, ни на какие обстоятельства, что будет вокруг нашей жизни, Господи, Тебе буду служить. И приходит в нашу жизнь буря. Тогда, может быть, когда муж отходит от Господа, буря в нашем доме. Тогда, может быть, когда жена отступает от Господа. А, может быть, когда дети не служат Господу, болезнь пришла. Или, может быть, врачи поставили, тот, может сказать, страшный диагноз написали, и уже домой отправились, сказали, домой уже выписываем. И тогда люди знают. Братья и сестры, и мы порой не хотим таких бури в нашей жизни. И тогда, как апостол Петр, чтобы испытанная вера ваша была, драгоценнее гибнущего. Тогда, когда приходят в нашу жизнь такие переживания, когда никто не может помочь. Ни врачи, ни деньги, ни работа, ничего не может помочь. Братья и сестры, но есть Тот, Который может помочь. И Библия говорит, он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Слава Господу! Дорогие друзья, я знаю, в нашей жизни много бурь. Иногда приходит та буря. Казалось бы, уже прошел одну бурю, прошло время. Другая буря, и еще сильнее буря. Братья и сестры, Господь нам не дает сверхсил. Он знает нашу жизнь, Он знает тогда, когда мы ложимся, встаем с этой проблемой, с этой болезнью, взываем, молимся. Господи, где Ты? Казалось бы, Бог, как будто небо закрыл от нас. Нету никакого ответа, нету ни совета. Кто может помочь? Братья и сестры, так было в жизни Йова. И, казалось бы, все было хорошо. Жизнь очень хорошо шла. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Дети рождаются, скот умножаются, поля приносят хороший плод. И все было хорошо. Но потом началась беседа между Богом и дьяволом. И когда мы читаем, нам легко читать. Мы знаем, да, беседовал Бог, дьявол, что-то один говорил другой. И мы читаем и думаем, Йов, держись, все будет хорошо. Бог на твоей стороне. Братья и сестры, но Йов не знал этой беседы. Йов не знал, о чем они говорили и была ли эта беседа. У Йова шла жизнь, и день за днем все хорошо. Но потом начал один вестник, другой вестник, и потом пришел третий вестник. И сказал, пришел сильный ветер, и началась сильная буря. И ухватил этот дом за четыре угла. И дом упал на отроков, и все погибли. Один я остался. Братья и сестры, буря пришла. Кто в этой буре поможет? Кто в этой буре скажет? «Держись, с тобою, Господь, ты не один. В скорбях, в болезнях, в этой буре, в этом волнении, когда, может быть, сильно штормить, не бойся. С тобою, Господь». Я думаю, Йов так ждал эти слова, но услышал другие слова. Один друг пришел, третий. Братья и сестры, что они говорили? А еще и укорять начали. «А за это, а может быть, и за это тебе». Братья и сестры, но Йов все это перенес. И когда мы читаем для нас величайший пример, сказал «Я знаю, Искупитель мой жив». Слава Господу! Он превращает бурю в тишину. Братья и сестры, но только дай нам силы пройти эту бурю, когда сильный ветер, когда сильные волны, тогда вера наша проверяется. Может быть, и руки опускаются. И думаешь порой, Господи, а я жизнь тебе свою дал. Не напрасно ли я очищал сердце мое, в невинности мывал руки мои, день и ночь взывал тебе, Господи, где ты? Так думал Асав. Братья и сестры, он превращает бурю в тишину. Первое, Господь сегодня испытывает нас, проверяет веру нашу, как мы будем служить Господу не только в изобилии, не только когда тишина в нашем доме, здоровье есть, много денег на аккаунте, работа идет все чередом, дети умножаются, имущество, все хорошо. Братья и сестры, приходят бурю в нашу жизнь. Но есть тот, который наблюдает над всем этим, и он превращает бурю в тишину. Да, иногда приходят в нашу жизнь бури из-за нашего непослушания, братья и сестры. Это второе непослушание. Написано, есть очень хорошая история, когда однажды Бог обратился к Ионе и сказал Иона, «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем». И он встал, а куда пошел? А пошел в Европию, увидел большой корабль, и купил еще билет, сел в этот корабль, крепко заснул, и думал, утром встанет, и все будет хорошо, и будет в нужном месте, и, казалось бы, Бог как-то не заметит. Братья и сестры, но пришла буря, и сильная буря, и написано, Господь навел сильный ветер и эту сильную бурю, тогда, когда корабль готов был разбиться, и корабельщики начали искать причину и нашли Иона. Иона, для чего ты не сказал? Откуда ты? Куда идешь? От кого бежишь? Иона, мы все погибаем! Иона сказал, «Выбросьте меня из-за корабля, и придет тишина». Братья и сестры, иногда так в нашу жизнь, за нашего непослушания, Бог допускает бурю в нашу жизнь, чтобы пробудить нас. Тогда, когда, может быть, мы сели в этот корабль и плывем, все хорошо, тихо, братья и сестры, и приходит в нашу жизнь беспечие, равнодушие, знаете, та теплота в нашу жизнь, и мы думаем, все хорошо, так доплывем, так дойдем, так добежим, не дойдем, братья и сестры, в нашу жизнь, Господь допускает бурю. Тогда, может быть, когда здоровье, все хорошо, вдруг, что-то вышло на теле, братья и сестры, идем к врачу, а врач говорит, все, уже там вторая, третья, четвертая степень, казалось бы, за месяц-два. Братья и сестры, я не хотел бы сказать, что только из-за этого, за нашего непослушания, но порой в нашей жизни так. Когда мы в беспечии, в равнодушии, в теплоте, и плывем, братья и сестры, я благодарю Господа, что Бог не оставил Иону. И знаете, такая интересная картина, у Бога было много людей, и, казалось бы, мог бы Иона, хорошо, не хочешь, я другого найду, который пойдет и будет проповедовать, но нет. Господь навел бурю. Иона, ты должен знать свое место, свое служение, ты должен знать, куда и что, и что ты должен делать. Братья и сестры, Господь не оставляет Иону. Да, был брошен туда, в очревок и там, и, казалось бы, сегодня все, вся наука, и все, можно сказать, умные, мудрые люди мира сего скажут, такое невозможно, чтобы пробыть в очреве Кита и остаться живым. Братья и сестры, Иона остался жив. Библия так говорит, и мы верим Слову Божьему, за что? Слава нашему Господу. Иона остался жив. И там, в очреве Кита, еще молиться смог, и сказал Господи, то, что я обещал, я исполню. И этот кит выбрасывает Иону. И тогда Иона уже слушается голоса Господа, идет туда, в Неневию. Сколько можно было пройти в один день? И говорит, Неневия, еще 40 дней, и Неневия будет разрушена. И тогда написано, и сам царь, и люди оделись во вретище, в пепел, начали взывать Господу, и Господь помиловал Неневию. Слава нашему Господу. Такие бури порой в нашу жизнь. Как я уже сказал, за нашего непослушания. Другая буря. Когда Павел и говорил тем, которые были на корабле, 276 душ. Сейчас не нужно плыть. Павел видел, знал, имел связь с Господом. Сейчас нужно подождать. Нужно остановиться. Не время. Придет время, будем плыть. Нужно постоять. Нужно помолчать. Нужно, братья и сестры, может быть, зайти в комнату свою и тихонько помолиться Господу. Не надо брать телефон и всех обзванивать. Есть время, когда нужно дать время этой буре, чтобы она прошла. И Павел говорил, не время сейчас. Останьтесь здесь. Но нет. Доверяли Корчему. Отправимся. Все будет хорошо. Доплывем. Начали плыть. Братья и сестры, еле-еле доплыли. Корабль разбился. Груз весь выкинули. Но Павел, хорошо, что там был Павел, и сказал, явился мне Ангел Господень в эту ночь. И сказал, Бог, которому я принадлежу и служу, сохранит и тебя, и всех плывущих с тобою. Слава нашему Господу. Дорогая церковь, братья и сестры, мы все с вами на пути. И, как я уже сказал, мы не хотим этих бурь. Но порой они нужны в нашу жизнь. Как один автор сказал такие слова, ты в плавание уйдешь под взмах руки, где встретишь холод, скалы и коралл, где вера будет брошена в тиски, как в Арктике средь айсбергов корабль, и небо скроет, снега пелена. Противный ветер будет злей и злей. Не усомнись, Творце, души струна, когда напряжена, звучит сильней. Слава нашему Господу! Дорогой друг, брат и сестра в этом собрании, я не знаю, может быть, ты сегодня проходишь бурю в своей жизни, и никто тебе не может помочь. Есть тот, который превращает бурю в тишину, и перед ним волны умолкают. Приходит великая тишина, потому что наша жизнь в руках нашего Господа, и мы в Нем, и Он в нас, и Он наблюдает за нами, Он наблюдает, когда в нашей жизни радости, но и когда в нашей жизни слезы и бури. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы в этот вечер помолились нашему Господу. Тогда, когда буря в нашей жизни, мы знали, почему она пришла. Может быть, мне что-то нужно поправить, может быть, мне что-то нужно сделать, пробудиться от сна, взяться больше за Библию, за Слово Божье, за молитву знать, когда день молитвы и поста, и за что. Братья и сестры, сегодня голос Божий тревожит мое и твое сердце. Время благоприятное, время спасения, войны нет, тишина. Сегодня над нами солнце правды и милость нашего Господа Иисуса Христа. И, может быть, в нашей жизни все хорошо, болезни нет, трудностей нет, испытаний нет. И в это время прослав Господа и скажи, Боже, когда в мою жизнь придут бури, дай мне оказаться верными и знать, почему она пришла. И когда пришла, быть в спокойствии. Как Асак, как Аввакум говорит, когда я услышал весть, задрожали губы мои, колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен, потому что со мною Господь. Он моя сила, Он мое упование, Он моя крепость, и Он моя жизнь. Он дает тишину в моей жизни. Братья и сестры, тогда, может быть, когда я не заслужил этой тишины, буря должна была прийти в мою жизнь. Я не заслужил этого, но милость Божия еще над тобою. Здоровье есть, деньги есть, дом есть, дети есть. Дорогой друг, прославь Господа, возблагодари Творца, Который все дает тебе. А мы склоним колени, будем молиться. Аминь. Продолжение следует...